То, над чем мы смеемся всю жизнь Михаил Михайлович Жванецкий лично прочитал свои произведения с 60-х годов до дня сегодняшнего На вечерах, устроенных нами в Москве А потом лично прокомментировал их на своей даче в Одессе Это телевизионное собрание сочинений Многосерийный проект НТВ Весь Жванецкий Настраиваемся на литературный вечер Потому что, чтобы поняли вы, как и я Мне тоже нужно понять, что это произведения прошлых лет Это антология Я сам эти произведения давно не читал Я сам спотыкаюсь Потому что то, что накатано Я все-таки артист, когда выхожу на сцену А там писатель, а здесь артист Когда накатано, оно все звучит лучше Мы сейчас послушаем, как это звучит Я сам не знаю Я сам не знаю Сейчас посмотрим Вы с цветами Очень приятно Я начинаю резко Вот как я начинал тогда Вторая половина 20 века Туберкулез отступил Сифилис стал мельче, но шире Воспаление легких протекает незаметно Дружба видоизменилась настолько, что допускает предательство Не нуждается во встречах, переписке, горячих разговорах И даже допускает наличие одного дружащего Откуда плавно переходит в общение Общением называются стертые формы грозной дружбы Конца 19-го, начала 20-го столетия Любовь также потеряла угрожающую силу С середины 18-го, конца 19-го века Смертельные случаи крайне редки Небольшие дозы порткома, домкома и товарищеского суда Дают самые благоприятные результаты То есть любовь в урбанизированном цивилизованном обществе Принимает причудливые формы От равнодушия до отвращения по вертикали И от секса до полной фригидности по горизонтали Это я писал тогда, еще до наступления эпохи всеобщего секса И жизни по горизонтали Крестообразная форма любви Характерна для городов с населением более одного миллиона Мы уже не говорим о том, что правда второй половины 20-го века Допускает некоторую ложь и называется подлинной Мужество же наоборот протекает скрыто И проявляется в экстремальных условиях трансляции по телевидению Понятие честности толкуется значительно шире От некоторого надувательства и умолчания До полного освещения крупного вопроса Но только с одной стороны Значительно легче переносится принципиальность Она теперь допускает отстаивание двух позиций одновременно Поэтому споры стали более интересными Ввиду перемены, спорящими свои взгляды во время спора Что делает его трудным для наблюдения Но более коротким и насыщенным Размашистое чувство, включающее в себя некоторую безжалостность Беспощадность и жестокость Называется добротой Что вам нравится в людях? Помните вопрос с космонавтом? Доброта Форму замкнутого круга Приняло глубокое доверие в сочетании с полным контролем Человека, говорящего «да» Подвергает тщательному изучению рентгеноскопии Не скрывается ли за этим? Нет Точный ответ дает только анализ мочи Которую от него получить трудно Так же, как резолюция «выполнить» Может включать в себя самый широкий смысл От «не смейте выполнять» До «решайте сами» Под микроскопом хорошо видны взаимовыручки и поддержка Хотя и в очень ослабленном виде Приятно отметить, что с ростом городов Чувства и понятия потеряли столь отталкивающую в прошлом четкость Легко и непринужденно перетекает из одного в другое Как разные цвета спектра Образует наш теперешний белый цвет Точка Все Видите? Какой изношенный секстик Изношенный Потому что читал-читал Я же тогда в основном по почтовым ящикам Вот, пошли-пошли Обычное времяпрепровождение нашего человека Смотреть, как бы чего ни свистнули Другого наоборот И оба заняты Еще Еще есть люди, которые смотрят за теми Кто наблюдает за людьми Которые могут что-нибудь свистнуть И все озабочены Половина пассажиров следит за тем Чтоб другая половина брала билеты в трамвае И первая половина уже не берет Она на службе Таким образом ездит по билетам только половина народа Остальные законно ездят просто так Так же, как половина населения Следит за тем Чтоб вторая половина брала в порядке очереди И сама естественно Или, как сейчас говорят Разумеется Берет вне очереди Из которой тоже образуется очередь Где те, кто следит за теми Кто наблюдает В первых рядах И те, кто стоят в живой очереди Здорко наблюдают за порядком получения В очереди, которая вне очереди Чем и достигается вот эта всеобщая Гармоническая тишина Спасибо за внимание А помните вот эту штучку такую Ну это, наверное, только представить себе надо Директор нажимает кнопку Появляется секретарша Директор Попросите-ка мне Семенова Появляется Семенов Семенов? Семенов, да Вон отсюда И вообще Потому как он плевался Сморкался И кал за столом Было видно Что старается держаться прилично Звонок Скажите, это институт По отработке и ориентации Ракет в безвоздушном пространстве? А-а-а В институте упала трубка Раздался выстрел Застрелился начальник третьего отдела На следующий день Куча опавших листьев Под которыми ревели мощные грузовики Переместилась в тайгу На старом месте Только ветер шевелил Куском парового отопления Как ветер может шевелить Куском парового отопления? Не знаю Звонок Скажите, пожалуйста Это институт по отработке и ориентации Ракет в безвоздушном пространстве? А-а-а Опять А-а-а Бабах Застрелился опытный сотрудник Секретчик гордости организации На следующий день Вся тайга вместе со снегом Переехала в Каракумы Звонок Простите, пожалуйста Это опять я Я вам, наверное, надоел Это институт по отработке и ориентации Ракет в безвоздушном пространстве? Да Чего тебе? Надю, можно? А-а А-а-а А-а Вот это еще ничего Когда женщина отдается Она также вынуждена отдавать свои руки, ноги и грудь Хотя она не всегда этого хочет А мы этого не понимаем И тири-бим 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 Бим-бим Трос сорвала на переправе Это грозила сама знаешь чем И твой отец первым заметил это Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить Остальные за ним Спасли переправу Оглянулись, стали кричать, а его уже нет Три дня его искали Улицу его именем назвали Сейчас он официантом в Лондоне Жалеет страшно Ради нее он построил подводную лодку Чтобы плыть в Финляндию с ней И она опоздала на час к отходу А он, сука, ушел точно по расписанию Как она рыдала, бедная, глядя на перископ А он сидел в руки Принципиальный сволочь в рубке сидел Ей потом говорили Да не жалей С таким характером и там никто жить не сможет Ну попробуем вот этот монолог Да на, именно, именно За все нужно сказать спасибо Слава Богу пообедал, слава Богу поспал Проснулся спасибо, заснул благодарю Слава Богу одеты, на ногах спасибо штаны На голове большое спасибо шляпа На шее слава Богу кашне За все спасибо И не надо роптать, критиковать, подсмеивать Эти роптуны только портят Сидишь, слушаешь, дрожишь Как он не боится? Что ж все боятся, он один не боится? Боится еще больше, но не может В душе у него свирестит и произрастает Вздутие живота от мыслей А я так считаю Раз лучше, чем, раз лучше, чем было Молчи Что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади Я же все помню Вначале соли не было, потом мыла не было Потом дяди не было, потом тети не было Сейчас все они есть Так что мне и детям моим На веки веков спасибо Никакой инициативы Глаза в землю и вдоль стены Лифтом вжиг, в кровать шасть Пледом швырк и сидишь в пледу В пледу сидишь И никакой выдумки Ты придумаешь, ты же и будешь делать Тебя же и накажут, что плохо сделал В пледу сижу Тишина внутри, спокойствие снаружи Спасибо за то, что живу, что существую Ура, что проснулся Виват, что поел Никаких разносолов, салатов Не хочу привыкать За кефир отдельное спасибо всем При встрече с корреспондентами Предельный оптимизм Как только лицо выдерживает Никто меня не спрашивал Я сам два раза прорывался к микрофону Кричал, спасибо Молодцы За 105 месяц спасибо За 110 большое спасибо За 115 балуйте За 120 объясните за что С детства мечтал зубы вставить С детства Вставил спасибо Осуществляется мечты Прекрасно Слышу, человек проворвался Посадили правильно Обравдали правильно Обругает верно Толкнут правильно Пошлют спасибо Жена уходит хорошо Жена вернется хорошо Одному хорошо И с семьей хорошо Много есть хорошо Немного есть хорошо Пить хорошо Не пить хорошо Все вокруг хорошо Я своих раздумьях Во всей организации пишу Ну какому нормальному человеку Придет в голову сесть И написать что ему хорошо Нормальному не придет А умному придет Потому что адрес и фамилия И он уже никаких сомнений не вызывает Он официально заявил А что вы критикуете Кто рассказывает Кто смеется Кто плохо приказал Кто плохо исполнил Сами же все Что же мы про себя Так остроумно замечаем А потом так тонко хохочем Потому что кажется Что не про себя А про кого Только себе И спасибо за все Молодцы Вы знаете Вот то что я сейчас прочту Это называется Начальник АТС Это о телефонах Но в принципе Проблема же не в самом телефоне Сейчас конечно Что говорить то Насчет телефона Но сама проблема Вот вы думаете Он это начальник АТС говорит Вот вы думаете Он начальник АТС А так уж со всех сторон А я ему скажу Ну нет телефона Ну нет же икры в магазинах Вы же там не скандалите Он умным стал Отвечает А я без икры проживу А без телефона нет Мне нечем скорую вызвать Я инвалид Слепые приходят С гирями в авоське размахивают Один эпилептик Довел себя в приемную Взвинтил Сейчас это большое искусство Принимать людей По четвергам С 14 до 18 Они готовятся И я готовлюсь Они справки собирают И я справки собираю Они можно Я нельзя Вот чем больше телефонов Обратите внимание Тем невыносимее становятся Те у кого их нет Вот кого принимать тяжело Вообще те у кого нет телефона Квартиры Маленькая зарплата И кто-то из близких у них умер Стали совершенно невыносимыми То есть ну буквально Ты им слово Они тебе два Ей богу Легче разговаривать С пятью У которых все есть Чем с одним У которых ни черта нет Он тебе такие доводы Ну такие доводы Он тебе Что ты просто дуреешь Не дай бог ты ему Сравнение Или цитату Он тебе пять цитат Десять сравнений Вот аллегории Не выносят никаких Те у которых нет Телефона Квартиры Маленькая зарплата И кто-то у них умер А те у которых зарплата Телефон Те поспокойней Странно да А я уловил Ну мы же тоже не дураки Хоть и начальники Но это видно по телефонам Тут один номерок отколол С вами будет говорить Нью-Йорк Это в те годы Я чуть не свихнулся А это наш командировочный На такой способ пустился Из-за океана Начал права качать Я видите В каких командировках бываю Ну как все они И кончил тем Что он инвалид Ему трудно в автомат ходить Он нам так орал Весь Нью-Йорк Вокруг него собрался Ну я ему достойно возразил Мол пусть они тебе и тянут Ты у кого? У General Motors Пусть этот Motors Тебе и копает Если ты ему нужен А мне твои командировки Как гусеницы сапоги Он там затих в Нью-Йорке Я ему говорю Еще раз скажешь Вас вызывает Нью-Йорк Всю жизнь будешь По батареям перестукиваться Я конечно извинился перед отелем Уоллдорф Астория Мол это по культурному обмену Человек сатирик А с телефонами у нас все в порядке Вы же со мной не по трубе разговариваете Всех успокоил Себе валидол И продолжал работать Потому что вы думаете Он начальник АТС Так он ответит Так вот я начальник АТС И все Спасибо В 70-е год значит Вы чувствовали себя кем Я не знаю Не диссидентом Да Просто литератором Частью богем Нет Я в пределах Какого-то такого поля Я спасаюсь видимо юмором Я Как мне сказал Какой-то кагибист Я об этом кажется Говорил на концерте Будет приказ Тебя возьмут за задницу Не будет приказа Так и читай Ну я так и поступал Будет приказ Ты не спасешься Говорил Пока нет приказа Видимо Ну нет приказа А если будет приказ Куда ты денешься Ты случайно Я тоже думал А куда я денешься Все случайно Все случайно Я просто расширял Я пробовал 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 Как кошка садился Перед закрытой дверью И сидел И в этом заключался И мой протест И мое любопытство И мое сидение И мои попытки открыть Но в виде сидения Упорное сидение Перед закрытой дверью Не скреблись Нет Сидел Перед закрытой дверью Вся наша жизнь Спорт Потому так высоко прыгаем Что толчок сильный получаем Сверху посмотришь Все подпрыгивает Как на сковороде Высоко подпрыгнул И затаился с добычей Потому и быстро бегаем Что на запах Потому и тяжести огромные Перетаскиваем Что в запас Только по мешкам И узнаешь Откуда возвратился По детским крикам Взрослых разыщешь По асфальту И с полком По драке Общежитие По музыке Балет По прямым углам Новые районы По гулу Стадион По бегу на результат Спринт По бегу за результатом Сапоги По бегу без результата Бесплатное лечение Что в молодости Спорт В старости Дрова, керосин И нитки Вся жизнь в спорте Две автобиографии Две автобиографии такие Помните когда-то У меня было две Значит одна мужская Одна женская Автобиография Мужская Я Круглов Степан Григорьевич Из Ухты До 1368 года Находился в городе Тула С родителями И отцом на излечении Так как ему требовалась Тишина Кстати хочу показать Вот это видите Вот тут подпись Дозволяю Печать А тут разрешаю К исполнению 70-й год Значит вот Тут и дата есть Я Круглов Степан Григорьевич Из Ухты До 1668 года Находился в городе Тула С родителями И отцом на излечении Так как ему требовалась Тишина В 1666 году Узнавши страна Остро нуждалась в гидротехниках Начал поступать В гидротехническое Высшее заведение В которое не поступил В мае 68 года Благодаря интригам И взяткам окружающих 18 января 68 года Находясь в городе Тула Выехал в Москву Где продолжил попытки Поступать в различные Учебные заведения С учетом нужд Всего народа В 1969 году Страна Остро нуждалась В писателях И я начал поступать В литературный институт Куда не поступил В 1960 году Весной Благодаря засилию Бездарностей По записке Хотя язык На котором я пишу Был и есть Лучший язык На котором они писали Осенью 1970 года Находясь в стихоненных Материальных условиях Отбыл в Ташкент Где был встречен На вокзале Незнакомыми людьми Которые сказали Отдай чемодан Я вступил в спор С возражениями После чего мы разошлись Причем я побежал Все мои попытки Отдать мне чемодан обратно Привели меня в милицию Откуда я вышел Приободренный И заночевал 26 ноября 1970 года Находясь в Ташкенте На центральной улице На Костыле Встретил одного из встречавших Обрадовался И дал сигнал остановиться На мои сигналы Он не реагировал А возражал И вступил в спор После чего мы разошлись Причем я побежал И поступил в Государственный Орден Трудового Красного Знамени Медицинский институт В травматологическое отделение Откуда с большим успехом Был выпущен 12 февраля 1971 года Без ребра Продолжая находиться В Ташкенте В стесненных Материальных условиях Вылетел Продолжая Находиться в Ташкенте Вылетел По приглашению друга На Камчатку Где остат Требовались крабы И поступил На траулер Матросом С целью Укрепить Материальное благосостояние Своей страны Благодаря Высоким заработкам Необятных Морей бескрайних Трудовых Трудовых Точка Работая с 18 июля 71 года Матросом Троссовиком Продолжался На плаву 12 дней После чего Выронив За борт Ценный прибор Для определения Местоположения Траулера Который Нес Протереть Был списан На берег Куда мы Не могли попасть Ввиду отсутствия Упомянутого Прибора После После чего Вступил в спор С последующими Возражениями И с травмой Гаком по голове Отбыл в город Кишинев Где в то время Остро нужны были Танцоры Национальных танцев Жок Выяснив Что заработок Танцора Национального Ансамбля Выше заработка Проводника Международного Вагона На 15-20% А поездки Те же Я начал регулярно Поступать в ансамбль С 1773 года Предварительно Проведя Несколько тренировок В дворе Руководство Ансамбля Мне посоветовало Прекратить Мои регулярные Поступления Ввиду отсутствия Образования И незнания Молдавских Национальных Передвижений Мой отказ Уйти со сцены Был воспринят Некоторыми Танцорами Неправильно И они возражали После чего мы разошлись Причем я побежал Невзирая на боль В Баку Куда прибыл 12 января 1075 года В Баку Остро нужны были Нефтяники Ввиду Высоких заработков На 15-20% Выше заработка Танцора Седьмого разряда И я устроился На камнях Нефтяником Каспия Точка К сожалению Работы оказалось Несколько больше Чем я предполагал И обладая Неузаурядным умом И большой памятью Я устроился Официантом На камнях С радостью В Баку На второй день На работе В выходной Облив праздничного Пациента Борщом Харчо Получил требование Смыть На что возражал Он возразил Мне И мы разошлись Причем я побежал И временно Потерял трудоспособность Которую восстановил 26 марта 76 года В 16 часов дня Заканчивая яркую Трудовую биографию Труженика-передвижника В поисках Растущего благосостояния Прошу 208 рублей Подъемных средств Для подъема И праздничного Перелета Баку-Москва Обратный адрес Для организации Частных лиц Алмата Главпочтабного Востребования Откуда перешлют Мне в Ереван Хачика 10 Квартира 16 Где меня не искать Передадут А теперь Теперь такая Женская биография Примерно такая же Я не знаю Кто ли они Эти Ну мы все Тогда писали биографии Поэтому вот это Я Мальцева Лариса Николаевна Русская Родилась в 1946 году В городе Луга Ленинградской области 18 января В семье Труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского И матери моей Мальцевой Марифедовны Русской Где они И познакомились В 1953 году В 1953 году я поступила В среднюю школу Номер 5 Которую закончила В 1963 году Значит в 1953 году Я поступила В среднюю школу Номер 5 Которую закончила В 1963 Проучившись 6 классов Потом Вопреки Просьбе родителей Выехала в Ленинград Где с помощью Подруги Без прописки Устроилась В УНР 49 МПС ДПР УКХ Где и прописалась В 49 комнате На второй койке В 1964 году Поступила В профучилище Номер 3 По специальности Официантки-разносчицы В передвижных Вагонах Ресторанах Движитесь В разных направлениях Где познакомилась С Литяковым Григорием Гавриловичем Русским Мы сближались Два месяца И сблизились В марте 64 года 8 числа Международный женский день Я ему сказала Гриша А он мне налил стакан И сказал Бьемся Что не выпьешь Я сказала А вот и выпью Он сказал Бьемся Что закусишь Я сказала Бьемся Что не И выпила И выиграла Бутылку столичной Он сказал Бьемся Что больше не выпьешь Я сказал Бьемся Что выпью И выпила И выиграла Бутылку Укрепленного Портвейна Мерседес Номер 333 С тех пор Ничего не помню В ответ На мое предложение Пожениться Литяков ответил Чего это вдруг И мы расстались После чего Мы расстались По его просьбе В мае 65-го года Я закончила Профучилище Номер 3 Работая Официантом Передатчицей В УНР ДКВ МПС УКХ Выгоняю 120-130 рублей В месяц В июле 65-го года К нам пришел Новый украинец Гаврилюк Константин Викторович С 40-го года рождения Прораб Мы с ним сблизились Во время загородной прогулки 16-го 65-го года В 23 часа пополудни В ответ На мое предложение Пожениться Гаврилюк ответил Подожди Вот встану на ноги После чего Мы расстались Встретились На следующий день 17-го 65-го года В 8 часов утра В УНР Я сказал Что могу ради него Перейти в другой УНР Но он сказал Что сам ради меня Уйдет к чертовой матери Что он и сделал На третий день После чего Я искала его Но не имея данных Местопребывания Он пропал 12-го Ноября 65-го года Я его забыла На танцах Сблизилась С Карташом Олегом Сиджем Который оказался Мирсоном Довидом Борисовичем 36-го года рождения Русский экономист В ответ На мое предложение Пожениться Он ответил Что подождите Я тут сейчас Я сейчас тут Все мои поиски Ввенчались неудачей Ввиду отсутствия Адреса И места работы После этой встречи Меня назначили Накладчицей вторых И я забыл Мирсоном Довидом Борисовичем 16 января 68-го года Я снова пошел На танцы На танцах А мне приблизился Матрос И передал привет От Круглова Степана Ивановича Я сказал Что не знаю Такого И мы сблизились 18 января 68-го года Матрос Оказался моряк Барбариде Глеб Антонович 46-го года рождения Уроженца Города Очакова Одесской области Папа грек Мама колхозница В ответ на мое предложение Пожениться Барбариде ответил Что у него увольнительные Только до 12 После чего Он сразу ушел На Кубу Куда я писал До востребования Оттуда в Канаду Куда я писал На главпочтан Без такого же успеха В июле 68-го года Я забыл о Барбариде Меня назначили Бригадиром бригады Чем я и работаю С тех пор и до этих Потому что Не сближайся ничего не будет А сближайся будет То же самое Спасибо за внимание Смотрите В следующей серии Как говорится Вы мне показали Что такое аншлаг Я вам покажу Что такое успех Видимо Вам теперь 51 еврей Опять? И что смешно Министр мясной и молочной промышленности Есть и очень хорошо выглядит Я просто лично Не мог выносить И свои вот эти жалобы Я выступаю Читал на публике Вот потому Как устаревает Произведение Можно понять Все-таки Как изменилась Наша жизнь Скажите Где можно увидеть Старую Одессу? На кладбище? Так что Если знакомиться Налетай Я тут недалеко Натираю АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.